Я люблю снимать музыкальные клипы. Собственно говоря, только этим и занимаюсь. За 12 лет сняла уже несколько сотен. Я очень люблю снимать музыкальные клипы. Потому что именно в этом виде киносъемочного искусства, в отличие от рекламы и даже большого кино, только в музыкальных клипах возможно все. Возможно все. Согласитесь, когда мы с вами видим готовый музыкальный клип, хорошо сделанный, сердце замирает. И душа стремится туда, в эту сказку, кем-то придуманную и созданную. Но кажется, что этот волшебный мир просто существует. Даже я, когда вижу красивый клип, сбываю о грохоте железа киносъемочного и о холоде неустроенных съемочных площадок. Обо всем таком, из чего на самом деле собирается музыкальная сказка. Мы сейчас будем снимать сцены с Кристиной. Также на хромакее под графику. Работа кипит. Работа кипит в руках моих чудесных мужчин. И надо сказать, что это очень мужская работа. Техническая. Не знаю даже, где бы я сейчас была без моего факультета прикладной космонавтики. Смотри, мы можем еще попросить Славу свесить. Тут типа двух хромак и загнуть все. Но, и это очевидно, даже безупречное знание самой новейшей кинотехники и инструментария вовсе не гарантирует рождение безупречной музыкальной сказки. В этом рождении, как и в любом другом, участвуют двое. Искусство технического мастерства и чудо поэтического вдохновения. Стилисты, принесите меня сюда к телевизору. Здесь этап телевизионный сейчас идет. Покажите там в администрации. Знаком, приведи сюда этот карбинезон черный и обувь, которую Кристина должна одеть. Сейчас сюда мне. И девочку-танцовщицу. Признаюсь вам откровенно, что в погоне за чудом я на многое готова и согласна колдовать, шаманить, приманивать всеми известными, а иногда и случаются свежевыдуманными способами и приемами изобретать этот такой манящий волшебный мир. Какое счастье создавать эти волшебные миры вместе с соратниками, искренне верящими в саму возможность их существования. Ночь, Ум, любимое место. Место моей первой работы. Магазин ГУМ. В 2000 году я сюда пришел работать консультантом-мизажистом на марку Хелена Рубинштейн и работал на первой линии от Красной площади. Прошло 12 лет. Ночь, Ум, Москва, 13 декабря. И я понимаю, что я у себя дома. Вот такие вот настоящие художники своего дела и способны создавать чудеса. Не правда ли? Настоящая, волнующая красота возникает только там, где в нее верят искренне и сильно. Она даже может выше, потому что она огромных. Здесь она может быть. Очень часто я ловлю себя на мысль, что оглядываю свою съемочную площадку и любуюсь моими мужчинами. А я предпочитаю обращаться только к таким преданным художникам своего дела. А здесь Кристина в финальном выходе с моего последнего показа. Это нереальный жакет. Он из натуральной кожи. При этом эта кожа покрыта слоем такого флоресцирующего, голографического напыления. Обожаю снимать Кристину. Для меня она всегда и в этом костюме, и в любом другом покрыта слоем флоресцирующего голографического волшебства. Мы с Кристиной сделали уже очень много красивых музыкальных клипов. И надо сказать, все они ну очень разные. Кристина позволяет экспериментировать с собой, как никто другой. Ее искренняя готовность к чуду невероятно вдушевляет. И, наверное, это главная причина наших с ней удачных работ. Вот всегда мне чем нравятся съемки, видеоклипы, да, что можно поиграть, поэкспериментировать, что-нибудь придумать, там, я не знаю, может быть даже рискнуть в чем-то у нас. Сыры периодически такие происходят. В моменты мы рискуем, то, там, трансформер, то раздеваюсь, то одеваюсь, то что-то. Так, чтобы не скучно было ни нам, ни зрителям. И пошла вперед. Отлично. Пустила, повернулась туда, сюда, пошла. Стоп! Дошибись! Мы экспериментировали с Кристиной в разных визуальных стилях и направлениях, но такое снимаем впервые. Это сказка. На подобный жанровый риск нас вдохновило нетипичное для эстрадной песни поэтическое наполнение. Михаил Гуцереев, автор стихов в песне «Маски», которую мы и визуализировали, соткал свое произведение из нескольких смыслов в одно красивое целое, привлекающее и задуматься, и помечтать одновременно. В моей клиповой практике это редкий случай, когда литературная составляющая приятным образом доминирует и приводит к счастливой возможности практически любого визуального решения. И в самом начале работы над этим клипом мне даже пришлось выбирать из совершенно противоположных способов визуализации этих стихов, потому что по большому счету подошел бы любой. И документальный сюжет о современной городской жизни, и гангстерский боевик, и транспортная трагедия, и музыкальная комедия. Но в итоге победила сказка о том, что бывает то, чего не бывает. Становилась налево, направо, туда, сюда. Всем спасибо, закончили съемки. Съемка закончена, но меня ждет самое сложное. Все смонтировать, нарисовать и раскрасить. Так что я отправляюсь именно этим заниматься. А вам приятного просмотра от того, что у нас получилось.